И вот удивительно, человек берется за серьезное дело, бизнес, не работа какая-нибудь, даже самая сложная, а бизнес, берет ответственность на себя, предполагает, что будет продавать. И он страшным образом удивляется, поражается, страдает и впадает в депрессию, столкнувшись с реальностью. А реальность такова, что большинство реагирует на его предложение не так, как ему бы хотелось. И человек не может в голову впустить себе мысль о том, что он не подготовлен, что он не профессиональный человек, что он не знает, не умеет, у него нет навыка, он не понимает, как все устроено. Удивительно, вот почему люди, он не умеет ездить на автомобиле, так он и не берется, пока не научится, он понимает, что надо научиться. Он не умеет операции проводить на прямой кишке, так он и не лезет туда. Даже в мыслях нет этого. Человек не умеет выступать перед огромной аудиторией, он и не берется. Человек не умеет вести бухгалтерский учет, баланс там какой-то сводить, он и не лезет туда. Камень класть не может, учится. Полы мыть ребенок не умеет, там мальчик или девочка, которая мама учит, учится. Полы помыть учится. Блины, да что угодно, всему все учатся и воспринимают это как должное. Но удивительное дело, сфера деятельности, где зарабатываются самые большие деньги, самые большие деньги в торговле, в продажах, в сбыте, в организации сбыта, люди считают, что учиться не надо. Что они как бы сами сусами. А иначе чем объяснить это удивление, это потрясение, разочарование и возмущение. Люди вокруг уроды. Люди не понимают важных вещей. Я им предлагаю классную вещь, они отказываются. Как это понять? И у человека в голове такой вопрос застревает, что он из этого столбняка потом выходит месяцами. И понимает, что сетевой бизнес это вообще не то, что надо. Так ты же не умеешь делать бизнес. Ты же не научился, ты даже не освоил азы. Большинство ведь всегда признаются в конечном итоге, что они сначала истоптали, испоганились, сожгли весь свой теплый круг, как говорят. Испортили всех своих знакомых. Переступили эту черту, когда уже никого вокруг нет. Он своим, каждый из нас своим идиотским поведением, непрофессиональным подходом испортил, испоганил все, что можно было бы использовать на всю катушку и преуспеть. Нет, не понимают. Это удивительное состояние. Но есть люди, здравомыслящие, которые в конце концов приходят к успеху. Они задаются вопросом и говорят, а как же так, в чем дело? И они начинают поиски. Они обращаются к тем людям, которые умеют это делать и у которых есть результат. Умные люди идут по этому пути. Те люди, которые, слово умный, умный, которого с трудом можно применить, с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса. Человек может быть умным во всех сферах. Но здесь он как-то, ну вот неловко ведет себя. Не хотел бы назвать его таким сложным словом. Неумный человек. Такие люди, которые, ну, неадекватно действуют, они обижаются, расстраиваются. Раз и навсегда делают для себя вывод, что сетевой бизнес это не для них. Что это или кидаловый, или обман, или просто замануха, или просто это не работает для них. Или они какие-то не такие, потому что они целую неделю крутились, вертелись и с пятью поговорили, и все не хотят. Это удивительный феномен. Удивительный феномен. Дэйл Карнеги, известный всем специалист по коммуникации, который жил в позапрошлом веке, он рассказывал общеизвестную всем вещь. Он говорил, одна из глав его книги «Как завоевывать друзей», что такое, называется так, «Когда я очень люблю клубнику со сливками». Очень люблю. Но когда я иду ловить рыбу, я копаю червей. Я не ем червей. Они мне не нравятся. Их внешний вид даже мне не нравится. Но когда у меня есть цель ловить рыбу, я иду и копаю червей. А я люблю клубнику со сливками. Большинство людей лезет к рыбе со своей любимой клубникой. А рыбе плевать на твою клубнику. И рыбе все равно, что у тебя три диплома, что ты интеллектуал или что у тебя такие представления о бизнесе. Рыбе абсолютно все равно. Она отреагирует только на червяка. А какой червяк? А какой кузнечик? А какая мушка? На что рыба клюет? Такое образное сравнение. Люди не рыбы. Но надо понимать, чего ищет человек. Как ему это дать. Как с ним установить отношения. На самом деле все гораздо проще, чем мы думаем. Многие идут по пути зауми. Долгих и нудных изучений. Лекции, семинары, там всякие разные книжки умные, заумные. Это все не для обыкновенного человека. Это для избранных. Но наш бизнес успешным может быть только при одном случае. Если он массовый. Наш бизнес сетевой маркетинг успешен только тогда, когда он массовый. Когда большое количество людей входит в него. 100% условие такое обязательно оттоп должен быть. Потому что большинство людей никогда не научить, не переучить. Потому что рыба любит червяков. Все, точка. Так устроен мир. Это надо принять. Я люблю клубнику со сливками. Я хочу, чтобы все до единого. Умные, толковые, серьезные люди с образованием заходили в бизнес. И преуспевали вместе со мной. Делая мне высокий доход и чек. И успешно делая меня. Но это не правда. Это не так. Большая или значительная часть людей, к сожалению, не научится. Откажется, бросит. Сломается под давлением родственников. Не научится, потому что не научится. Не знаю почему. Поэтому, понимая это, чтобы быть успешным для сбыта, надо обеспечить, чтобы вход был массовым. Для этого должно быть все просто, сделано. Быстро. Человек должен зайти, не успеть глазом моргнуть, а ему предлагается такая модель, такая схема, что он быстро получает отдачу. При осуществлении абсолютно простых действий. Если ему надо будет рассказывать 3 часа маркетинг, а он не понял с 9 раза, но 19 раз рассказывает. Если для того, чтобы он успешно зарабатывал, ему нужно освоить респондер, систему рассылок, ему нужно научиться составлять письма, ему нужно научиться делать рекламу, ему нужно научиться, научиться, научиться купить диск и побывать на таком-то семинаре. Найдутся люди, которые все это сделают, но их будет мало. И при малом количестве соотношение вышедших убьет твой бизнес. Потому что вышедшие при любом соотношении отпавшие будут. А при таком немассовом подходе отпавших будет больше. И разочарование круче, потому что ты рассчитывал на умных, толковых, грамотных, которые заходят в бизнес не на ура, 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 ура. Ой, как просто, все легко давать. Мотивуха сетевая. А заходят основательно, серьезно, глубоко все изучают. Уверяю вас, серьезно и основательно учиться никто не хочет. А зарабатывать хотят. Нужно предложить людям на первоначальном этапе простой, легкий, простой, легкий, доступный для понимания и для повторения способ действия. Если вы это поняли, если вы понимаете, что рыба любит червей, несмотря на то, что ты любишь клубнику со сливками или ты любишь, там, я не знаю, пельмени, рыбу это не интересует. Поэтому ты должен думать, как кормить рыбу, что дать своим людям, чтобы они массово заходили, а то, чтобы был минимальным, надо, чтобы все могли. Вот самое главное. И еще один очень важный момент. Очень важный момент. Люди не преуспевают, многие, из-за гордости. Но тут ничего не поделаешь. Это такова цель. Я уже в последнее время стал различать, стал различать людей, почему он не преуспевает. А у него цель другая. Не преуспеть. Не разбогатеть, не преуспеть, не карьеру сделать в сетевом бизнесе. Его цель доказать всем, что он может особенным образом тоже сделать. Вы вот так? А я вот считаю, что вот так. И преуспевает, я заметил в этом бизнесе, те умные люди, в обязательном порядке это умные люди, которые говорят так. Я трезво смотрю на вещи. Я в этом деле новичок. Я смотрю трезво на вещи. Не важно, что у меня семь академий, девять дипломов и один из них даже красного цвета. Это не имеет сейчас значения, потому что в этом деле у меня нет ни диплома, ни денег, ни подготовки, ни уверенности в себе. Поэтому я смотрю на успешного человека и говорю, я ноль, я пустая губка. Я буду впитывать все, что ты скажешь, до результата. И когда я научусь делать так, как ты, и зарабатывать столько, как ты, я тогда уже подумаю, как мне сделать по-своему. Так поступают умные люди, способные свое эго сжать, спрятать и думать. Но для этого нужна такая цель. Я ставлю цель разбогатеть. Ага, для этого мне нужно посмотреть, как делают это богатые и успешные люди, кто умеет делать этот бизнес. И поскольку я в этом не соображаю, мне нужно А. Своё эго спрятать. Б. Научиться делать то, что они делают. И несмотря на всю простоту, элементарность и, возможно, даже примитивизм действий, принять это как за аксиом, потому что человек, который это предлагает, он это умеет. Он этого добился. Он это сделал. Я когда вступил в анастезию сетевого бизнеса, вот признаюсь, во мне было, у меня масса недостатков. Я очень амбициозный, с раздутым эго человек. Я пробовал всё сам, я набил много шишек, но в конечном итоге я всё-таки пришёл к выводу, и достаточно быстро, что мне надо смотреть на тех, кто преуспевает. Больше ни на кого. Умников, которые обманывают, которых слушать не следует, очень много. Очень, очень, к сожалению. Надо смотреть только на тех, кто делает реально деньги в этой индустрии. Я желаю вам успехов. До свидания. Спасибо.